Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодняшний обзор по криптомонете призм проведу на сравнении двух далеко не безызвестных личностей на ютюбе. Это Вика Ютюбная и Владимир Туров. И у меня к вам сразу же будет большая просьба. Напишите в комментариях под этим роликом, кто же все-таки прав, ютюбная или Туров. Кто более объективно раскрыл тему коина на блокчейне призм? И кто из этих двух обозревателей пользовался достоверными фактами из первых источников? А кто позаимствовал какой-то фуфел у других псевдоблогеров? Уверена, что после просмотра этого ролика до конца вы научитесь разбираться в блогерах и выбирать из всего хлама в интернете нужную и полезную для вас информацию. Итак, Вика Ютюбная. Просто блогер. Канал раскручен, ну или накручен. Тут уже вы сами решаете. Не удивлюсь, что Вика делает ролики, чтобы на них зарабатывать на Ютюбе, как и большинство ютюберов. И поэтому у нее горячие темы, пользующиеся спросом в поисковых системах, таких как Google или Яндекс. Но на ее канале более чем 240 тысяч подписчиков. И на этом обзоре о криптовалюте призм, обратите внимание, за год более чем 152 тысячи просмотров и более 1700 комментариев на сегодняшний день 5 декабря 2022 года. Очень круто. Видимо, всем очень нравится, когда им вешают лапшу на уши. Далее. Владимир Туров. Несколько каналов у Владимира Турова на Ютюбе и несколько сайтов. Своё агентство «Эксперт по налогам Российской Федерации». На его знания и экспертизы ссылаются многие видные деятели. Такие, например, как Геннадий М., который не нуждается в моей рекламе. Туров конкретно вот в этом ролике сказал, что технология призм ничем не хуже технологии эфириума. Понимаете, что это означает? Кто же такой Владимир Викторович Туров? Заходим в Google и читаем. На сегодняшний день это один из лучших юристов России, который помогает бизнесменам преуспевать, освобождая их от юридических проблем, снижая им налоги и делая их более свободными. Владелец и генеральный директор юридической компании Туров и партнеры, протекующий и ведущий специалист по налоговому планированию, а также построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков. Далее прочитайте сами, а сейчас прослушайте его отзыв о призмах. По пирамидам я очень много подобных расследований делал, и что я решил сделать, вот этот разбор полетов на примере призм. Итак, коллеги, первое, на что бы я обратил ваше внимание, это, конечно же, доходность. Из того, что мне удалось изучить, в силу того, как устроена система, та доходность, которую они обещают, она, в принципе, возможна. Вот мое мнение. Что касается открытости функционирования всех этих данных в части, касающейся призмы, то вот у меня экспертный, так сказать, отчет человека, который этим занимается профессионально, сколько тут страниц-то, 8, 16 страниц текста, он утверждает, что технически все, что в призме заявлено, реализовать возможно, и что технически призма под критерии финансовой пирамиды, и он их перечисляет все здесь, не подходит. Графики рисует, активность анализирует, и про капитализацию пишет, и про обороты, и про графики роста рисует, и много-много-много всего на этих 16 страницах текста. С его точки зрения, с технической точки зрения, все, что призм заявляет, это возможно. Но это с его точки зрения. Четвертое, на что рекомендую обратить ваше внимание, коллеги, это есть или нет регистрация юридического лица с реальными учредителями внимания, несущими субсидиарную личную ответственность всем своим имуществом перед вкладчиками в части, касающейся призм, коллеги. И я проверил это в том числе через налоговые органы, и выписки соответствующие получил. Короче, эта организация зарегистрирована легально, зарегистрирована официально. И в ПФР, и у налоговиков. Дальше, вот их свидетельства о госрегистрации в налоговой инспекции. И много-много тут у меня разных бумаг. Вот, то есть свидетельства о регистрации некоммерческой организации тоже есть. Свидетельства о регистрации в налоговых органах есть. Все вот выписки из соответствующих фондов, многочисленные на русском и английском языке, у меня тоже есть. То есть с этим все в порядке, коллеги. С этим реально все в порядке. Дальше, вот их устав. И уставы всегда надо перепроверять и изучать тоже. Устав на русском и английском языке есть. И с этим тоже все в порядке, я это изучил. С точки зрения юридической, они как бы, деятельность их легализована. Дальше. А зарегистрирована ли сама PRISM или не зарегистрирована? Вы знаете, в отличие от огромного количества криптовалют, PRISM как раз зарегистрирована Российской Федерацией. Регистрационный номер 201-866-2596. Это номер регистрации, номер свидетельства. Дата регистрации 11 октября 2018 год. Название программы для ЭВМ PRISM. И все-все-все-все. Все вот тут, язык программирования. Короче, PRISM зарегистрирована как электронная вот эта вот площадка, где все это можно вот создавать и продавать. То есть, коллеги, с точки зрения российского права, это четвертый пункт, официальная регистрация юридического лица в данном случае в качестве общественной организации существует. Следующее, на что рекомендую в таких случаях, коллеги, обращать ваше внимание, это наличие или отсутствие разрешительной документации по 259-му закону или любому другому закону, у PRISM это тоже есть. Вот что самое интересное. В связи с регистрацией я только что называл. Я, обратите внимание, коллеги, вот этот пункт, а кто стоит за PRISM, поставил на одно из последних мест. Меня все-таки интересовала больше техническая составляющая, понимаете? Техническая, юридическая составляющая. И с технической, юридической составляющей вроде все как неплохо. И может быть, эта крипта выстрелит. Вот она вот, сколько там, не знаю, пять лет не выстреливала, а тут вдруг выстрелит. Такое возможно. По крайней мере, с технической точки зрения, то, что я вижу, такое возможно. Моя проверка на предмет соответствия пирамиде, а эти критерии все выпущены Центральным банком, и PRISM не является, коллеги, пирамидой. Это я вам совершенно точно говорю. Мое мнение, моя оценка, юридическая оценка, PRISM пирамидой не является. Это вот моя оценка. Ни по каким критериям PRISM под пирамиду не подходит, коллеги. Это я вам гарантирую. В общем, вопрос-то следующий. Есть ли за это валюта будущее? Я вам вчера говорил, я никогда не провожу исследования через интернет. Меня не сильно интересует, что кто пишет в интернете, кто что говорит. Меня интересует внутренности того или иного проекта. Я никогда не делаю выводы отрицательного толка до тех пор, пока я не пообщался с создателем и не позадавал ему сотни вопросов. Но быстро и по порядку. Первое. Почему я считаю, что в будущем криптовалюты будут признаваться, может быть, тот же биток, некоторыми государствами в качестве официального средства платежа? Просто, чтобы тупо выжить, чтобы стабилизировать свою финансовую систему. И все. На второй вопрос отвечаю. Я действительно вывернул матку наизнанку с юридической точки зрения PRISM. Я там не нашел юридических нарушений. Я не являюсь техническим специалистом в этой области, но исследую эту тему, задавая вопросы создателю. Это не тот человек, которого вы видите в интернете, тот человек с отрицательным пиаром, имевший отношение к ЛНР, ДНР и так далее. Он не является создателем PRISM. Создатель PRISM проживает в Польше. Он ко мне прилетал, мы с ним общались. Я ему пообещал, что я не буду никак высказываться на эту тему. Там сейчас идут определенные процессы, которые должны будут закончиться очень хорошо. Пиар резко поменяется. Но я лично пришел к выводу, что сама модель техническая у PRISM точно не хуже, чем у Бутерина. Надеюсь, вы обратили внимание, просматривая этот ролик, какие личности сидят в зале рядом с Туровым. Ну и, конечно же, сделали свои выводы. А теперь, кто же такая ютубная, молоденькая, симпатичная девочка с неполными знаниями о криптовалютном мире? Уже в самом описании под этим роликом она пишет PRISM, криптовалюта, которую создал основатель МММ в Индии Алексей Муратов. Но только что прослушав ролик Турова, вы, конечно же, понимаете, что, во-первых, Муратов не создавал криптомонету PRISM, тем более в Индии. Муратов – основатель этой монеты. И говорит он на форумах о том, что именно за этой технологией Proof of Stake, как у PRISM, и будет будущее. Когда меня попросили сделать обзор о PRISM в 2017 году, мне пришлось досконально изучить белую книгу о PRISM, чтобы хотя бы владеть хоть какой-то информацией. Именно эта книга сподвигла меня не копаться в грязном белье Муратова и Майорова. Я села на поезд и поехала в 2018 году в Москву-Сити на криптовыставку, где с докладом о PRISM выступал Алексей Валентинович Муратов. Вот это вот лично мой отснятый материал в Москва-Сити. Поэтому советую посмотреть этот ролик всем и особенно тем, кто собирается делать отзыв о PRISM. Мне хотелось лично познакомиться с основателем этой монеты, чтобы у меня была своя личная и достоверная информация из первых уст, понимаете? Итак, мы выяснили, что Муратов не является создателем монеты PRISM. Это первый прокол ютубный, который рассказывает не о технологии блокчейн, а о сайте Рой-Клуба. Рой-Клуб, как мы с вами знаем, от слова совсем никак не относится к криптомонете PRISM. Ну, это если бы, например, приписали к скоманувшуюся недавно компанию Финника, что их Доронин является создателем криптомонеты Биткоин, потому что он обещал своим вкладчикам увеличить эти криптомонеты от 10 до 45% в месяц. Ну, понимаете, да? Это второй прокол Вики. Это называется непрофессиональный подход к обзору. Ведь, чтобы оценить вкус шоколадки, нужно ее не только понюхать, но и откусить кусочек. Понимаете, да? Не имея своего личного кошелька в призм, вы не сделаете достоверный обзор. Так ведь можно и потерять свою репутацию на ютубе. И третий прокол Вики – это ролики якобы с призмачами, которые неизвестно, кто сделал. Понимаете? Ну, неизвестно, кто сделал. Действительно ли призмачи освещают свои кошельки на телефоне? Может, это заказное что-то? Ведь никто же не выступил, не сказал, я призмач, вот я освещаю, вот батюшка его зовут там-то, мы в такой-то церкви. Но ведь сразу же видно, что какой-то подвох, провокация какая-то. Считаю, что эти кадры нельзя смешивать и приклеивать как ярлык к уникальной технологии Proof of Stake в криптомонете призм. Представляю, как больно смотреть разработчикам этой монеты такие обзоры. Они сделали технологию, а эту технологию судят не по начинке, а по чужой обертке дешевой конфетки. Разработчики не виноваты в том, что кто-то сделал эти ролики. Понимаете? И четвертый прокол Вики в том, что она где-то нашла реферальные ссылки у призм аж до 88 уровня. Понимаете? Викуля, у призм нет реферальной ссылки, а есть только одна единственная ссылка для создания кошелька и находится она вот тут, на гитхабе. Если хотите создать себе кошелек, заходите на гитхаб и устанавливаете призм коры у себя на своем компьютере. Либо скачиваете кошелек себе на телефон, на смартфон или на iOS и пользуетесь кошельком. Вот вы, Вика, говорите, что вам предложили немалую сумму за положительный отзыв о призм. Вот интересно, кто это у нас такой богатый призмач разбрасывается и такими немалыми деньгами, я бы сказала. И я уверена, что если такие предложения вам и поступали, то уж точно не от разработчиков криптомонеты призм. Разработчики такие предложения не рассылают, тем более на почту. Они встречаются лично с людьми, которые им действительно сделают какую-то пользу. Объясняют им саму технологию, показывают документацию. Поэтому не нужно из себя корчить приму ютубовика, если у вас нет такого пакета документов, как у Турова. Понимаете? Ссылки на полные ролики Турова и Ютубной я выложу под этим видео. Всем приятного просмотра. Считаю, что если человек не может отличить компанию или проект от настоящего призм коры или биткоин коры, и вообще не понимает значение слова блокчейн или нода, он не может себя считать экспертом в области криптографии, и поэтому он ищет, где сидел Муратов или как там шаманил Джугарда. Верьте настоящим экспертам, которые ищут для вас достоверную информацию, встречаются с создателями блокчейна призм, проверяют их документацию, а не тем блогерам, которые зарабатывают на ваших просмотрах. Им наплевать, что они говорят в своих роликах. Это их хлеб. Понимаете? Ну, а я поздравляю с наступившим новым 2022 годом и с наступающим Рождеством. Всем желаю счастья, здоровья, удачи, веры и терпения. Призмачи, все у нас будет хорошо. Нужно четко только знать. Самое главное в призм это то, что призм никогда не соскамится. Да, упал курс, это не страшно. Пока вы не продали монеты, вы не в убытке. Потому что монеты призм лежат на ваших личных кошельках, а не в доверительном управлении у какого-нибудь Доронина или Марата Амировича Мамбаева. Второе. Цифровые деньги нельзя конфисковать. Понимаете? Их нельзя обложить налогами. Их нельзя запретить. Нельзя подделать. Нельзя изменить в блокчейне их количество. Не уменьшить, не увеличить. Понимаете? Они не сгорают и не теряются. Ну, если, конечно, вы и сами не потеряете свою парольную фразу к вашему кошельку. Вникните в то, что если вы продаете монеты призм, то продаете их не на бирже основателя или разработчика криптомонеты призм, как в Амир Кэпитале, а вы совершаете обмен на сторонних биржах, не имеющих никакого отношения к блокчейну призм. И монеты с вашего кошелька, благодаря независимой бирже, переходят с личного кошелька с вашего на личный кошелек того, кто купил у вас эти монеты. У чистой монеты призм от создателей нет никаких реферальных ссылок, нет никаких реферальных начислений. А вы пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кто же все-таки прав? Ютубная или туров? На этом у меня все. Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий.